Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ИТОН ТВ, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальдман. 29 мая Роберт Мюллер, два года возглавляющий специальное расследование Министерства юстиции Соединенных Штатов в связи с предполагаемым вмешательством России в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году, выступил в Вашингтоне с коротким публичным заявлением, в конце которого объявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и о своей отставке. Об этом мы поговорим с известным публицистом, журналистом, писателем, американистом Кириллом Бенедиктовым. Кирилл, рад вас приветствовать. Добрый день! Здравствуйте, Александр! Кирилл, начать наш разговор я хочу с цитаты господина Мюллера. В переводе на русский язык примерно она звучит так. Если бы мы были уверены, что президент точно не совершал преступления, мы бы так и сказали. Вот конец цитаты. Скажите, пожалуйста, для чего Мюллеру понадобилась сложная семантическая конструкция, или, как вы написали в своей статье, посвященной всей этой истории, лингвистической акробатикой? И вообще, как он объяснил, почему комиссия не стала выдвигать обвинения против Трампа? Значит, дело тут вот в чем, на мой взгляд. Сложная семантическая конструкция понадобилась Мюллеру для того, чтобы намекнуть на то, что дело не вполне так очевидно, как это представляется. Значит, вот интересно, что некоторые, допустим, британская The Guardian, да, она процитировала Мюллера в упрощенном варианте. Значит, ну, то есть, я сейчас не буду говорить как это на английском, но суть в том, что, вот как вы сказали, если бы мы были уверены, что президент точно не совершал преступления, мы бы так и сказали. А на самом деле, значит, Мюллер использовал и сослагательное наклонение, и fast perfect. Соответственно, значит, можно это расшифровать, как если бы мы не были уверены на момент публикации отчета, что президент не совершал преступления, мы бы указали это в отчете. Но мы не были в этом уверены. Вот примерно так. То есть, тут какие-то полутонные оттенки, они на самом деле важны. Почему? Потому что Мюллер закончил расследование, закрыл свой офис, ушел в отставку. Признаться в том, что 2 года и 40 миллионов были потрачены зря, в пустую, вроде как немножко не солим. В то же время доказательств сговора Трампа в России нет. Соответственно, надо сделать хорошую мину при плохой игре. Надо как-то намекнуть на то, что дело гораздо более сложное, чем это представляется даже в 448-страничном отчете. И вот для этого, мне кажется, он использовал эту лингвистическую акробатику. А что касается того, почему его комиссия не стала выдвигать обвинения против Трампа? Соответственно, там есть четкое указание на то, что многолетняя практика Минюста не дает возможности выдвигать обвинения против действующего президента. Соответственно, после этого, после того, как Мюллер сказал, что мы не можем этого сделать, он сказал, что Конституция требует иного процесса, чем тот, который действует в системе уголовного правосудия. Для официального обвинения действующего президента в правонарушении. Собственно говоря, получается такая немножко, ну, как бы сказать, дилемма. С одной стороны, Минюст, очевидно, разрешает проводить расследование в отношении действующего президента. Поскольку, как говорит Мюллер, очень важно не откладывать это на тот период, когда президент уже покинет свой пост, потому что важно сохранить доказательства, пока воспоминания свежи, документы доступны. С другой стороны, обвинять самого президента нельзя. По сложившемуся многолетней практике Минюста, по сути, прецедентное право. Кирилл, я думаю, мы к этому нюансу еще вернемся в ходе дальнейшего разговора. Я бы хотел обратить ваше внимание на то, как отреагировал на все это господин Трамп. Он в Твиттере, как водится, написал «Величайший харрисмент президента в истории», восклицательный знак, потратив 40 миллионов долларов в течение двух темных лет, имея неограниченный доступ к информации, ресурс, людей, поддержку, в высшей степени противоречивый. Роберт Мюллер непременно выдвинул бы обвинение, если бы у него хоть что-то было. Но никаких обвинений не было выдвинуто. На основании этого его поста в Твиттере можно ли говорить о том, что он, по большому счету, удовлетворен результатами расследования как такового? И второй вопрос в связи с этим. Почему он называет в своем посте Мюллера противоречивым? То, что Трамп удовлетворен результатами работы комиссии спецпрокурора, очевидно. Потому что в другом Твиттере он назвал доклад замечательным. И, собственно говоря, несмотря на то, что ему было неприятно, что на протяжении двух лет его подвергали подозрениям и допрашивали его соратников и так далее, результат его удовлетворил. То есть, два года, 40 миллионов, огромное количество допрошенных свидетелей и участников. И в результате пшик, потому что комиссия не нашла никаких доказательств. Безусловно, это его устраивает. Почему он назвал Мюллера противоречивым? Ну, я думаю, что именно поэтому. Потому что на протяжении двух лет Мюллер не мог не понимать, что чем больше он копает, тем меньше каких-то реальных причин обвинять Трампа в сговоре. Но при этом упорно продолжал копать. Это с одной стороны. С другой стороны, собственно говоря, вот то, что я перевел как противоречивый, это в оригинале слово «conflicted». То есть, как бы это и противоречивый, безусловно, и в то же время такой вот идущий на конфликты. Есть еще один интересный твит у Трампа в его твиттере, где он говорит о том, что Мюллер в числе других потенциальных кандидатов пришел в овальный кабинет в надежде быть назначен на пост директора ФБ. Но поскольку Мюллер уже занимал этот пост в течение 12 лет, значит, я сказал ему «нет». А на следующий день он был назначен специальным прокурором. И Трампа вызывает это полнейшим конфликтом интереса. То есть, вот здесь, мне кажется, тоже лежит ключ к этому слову противоречивый или, значит, идущий на конфликты. Имеется в виду вот эта вот некоторая такая, возможно, личная заинтересованность Мюллера в разоблачении Трампа, которая, в общем, наверное, представлялась возможным в начале работы его комиссии. И с течением того, что все менее и менее реализовывалось. Я думаю так. Кирилл, возвращаясь к Мюллеру и его, скажем так, неоднозначному заявлению, я хочу процитировать. Он сказал «Конституция требует иного процесса, чем тот, который действует в системе уголовного правосудия для официального обвинения действующего президента в правонарушении». Следуют ли его слова, ну что ли, трактовать таким образом, что он подсказывает конгрессменам, как можно наказать беспутного Трампа, то есть пойти по пути импичмента? Совершенно верно. И на это обратил внимание, скажем, Такер Карлсон, собственно говоря, значит, из Fox News, который просто написал, что Мюллер буквально подсказывает врагам Трампа, что им следует делать в ситуации, когда Минюст оказывается со всем своим инструментарием бессилен против президента. Значит, собственно, вот эта подсказка, только что он не произнес слово «самой импичмент», а в общем практически сделал все для того, чтобы дать понять, что теперь, когда Минюст сделал свое дело и вынужден закрыть этот офис, закрыть расследование, теперь дело за Конгрессом. Еще об одном твите самого Трампа, вот по поводу вот этой возни, начавшейся вокруг импичмента, он сказал следующее, импичмент – это грязное слово, а на вопрос, не боится ли он, что его в конце концов осудят, он сказал, я так не думаю, потому что никакого преступления не было. Скажите, пожалуйста, вместе с тем, означает ли это, что для Трампа не будет наказания? Ну, сама по себе процедура резолюции об объявлении импичмента, допустим, она не является наказанием. За последние годы было несколько случаев, когда члены Палаты представителей, то есть Нижней Палаты Конгресса, выдвигали резолюцию об импичменте президента. Ну, наиболее известный это, собственно говоря, 98-й год, когда были службы по вопросу импичмента, и его оправдал фальшой жюри, точнее, Сенат. Но после этого, в 2008 году, была резолюция об импичменте Джорджа Буша-младшего, например, и за передачу резолюции в юридический комитет проголосовало большинство тогда. Но просто это уже было на излете второго срока Буша, и, соответственно, резолюция не имела никаких последствий. Но интересно, что мало кто помнит, что в декабре 2017 года была внесена резолюция об импичменте Трампа. На самом деле. Значит, ее внес педреслен Эл Грин. Он основывался на том, что якобы правление Трампа привело к росту расизма и ненависти в обществе. Но, значит, тогда ее прокатили. Тогда, напомню, в Палате представителей было большинство у республикацев. И прокатили в начале января 2018 года вторую резолюцию Грина. Соответственно, и Трамп, в общем, тоже с этим уже сталкивался. Другое дело, что сейчас в Палате представителей большинства у демократов в этом смысле она имеет шанс быть направлена в юридический комитет. И даже, более того, имеет шанс быть отправлена на рассмотрение в Сенат. Но в Сенате большинство у республиканцев и совершенно никаких причин полагать, что Сенат проголосует за темпичмент при отсутствии каких бы то ни было доказательств этого пресловутого сговора. Но, конечно, нет. Поэтому никакого наказания, безусловно, не будет. Кирилл, спасибо огромное за это разъяснение. Как всегда, было очень интересно. Спасибо. Всего самого доброго. И до новых встреч. До свидания. Спасибо. Спасибо и вам, друзья, что были с нами. Всего самого доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин